Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 21 мая день Иоанна Богослова. Назван в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он дожил до столетнего возраста и был похоронен. Христиане после его смерти раскопали могилу, но не нашли тела. 22. Однако каждый год в этот день от гроба апостола исходил некий тонкий прах, творивший исцеление. Верующие собирали этот прах и врачевали им различные недуги и болезни. 23. Поэтому вошло в обычай в этот день восхвалять и ублажать песнопениями великого угодника Божия. 24. Сегодня пекли специальные пироги, которые не ели, а раздавали прохожим. А перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб. 25. Если попадался какой-нибудь бедняк или странник, это считалось счастьем и милостью Божией. 26. Если же прохожих не было, то чтобы не накликать беду, скармливали пирог птицам, произнося специальный загоров. 27. Прогневил я Господа Создателя на старости лет. Не послал мне доброго человека разделить хлеб трудовой. 28. Не в угоду его святой милости было накормить мне горимычного, при устоме усладить мне старого старика безвременницы. 28. А и как-то будет мне на мир Божий глядеть, на добрых людей смотреть. А и как-то мне будет за хлеб приниматься. 28. Сегодня продолжались работы в поле. 29. Приметы. Если день погожий, летом грибов немного будет. Если дождливый, грибов будет много. 29. Черемуха обильно цветет, лето будет дождливое. 30. Если вспахать землю во время последней четверти лунного цикла, это 22-28 лунные сутки, то поле будет чистым и бессорной травы. 31. Небо вечером окрашивается в красный цвет. Погода будет хорошей. 31. Мокрая рубаха. Уточнение. И на это уточнение комментарии от Джилена Те. 32. Это испанский плащ Себастьяна Кнейпа. Книга моего залечения. Да, оно и есть. 32. Меня мама за один раз этим вылечила, когда мне было лет 11. Ларингит и аллергия ушли в тот же день. Просто после процедуры делали без настою. 33. Просто в воде смочили. Так и надо. Без всяких настоев. Не надо. 34. Вот эти все настои мы думаем. Настои там сделаем, якобы там что-то будет там всасываться и так далее. 35. Испанский плащ делается для того, чтобы вызвать мощное потение. 36. Поэтому все эти настои особо всасываться не будут. 36. Нам надо вызвать мощное потение, прогревание организма. 37. А для этого используется холоднючая вода. 37. После процедуры делали без настою. Просто в воде смочили. 38. Пожелтело и неприятно воняло. 39. Как раз за счет мощного потения вышли те шлаки, которые вызывали аллергию. 39. Аллергию. Аллергия. Это, как правило, наличие в организме избыточного количества ненужных веществ, которые в зависимости от окружающей среды могут, как бы сказать, провоцироваться и выходить. 39. То есть вы еще что-то добавляете. То есть у вас есть, грубо говоря, там какие-то шлаки. 39. И они еще немножечко там поступают из внешней среды. 40. И это сразу же приводит к тому, что организм пытается избавиться от этого. 41. Он пытается аллергической реакцией. Я считаю профан, не ученый. 41. Но я считаю. 41. Аллергическая реакция. Есть попытка организма восстановить свою естественную, нормальную среду. 42. Через чихание, потение, слезотечение и так далее, так далее. 42. Поносы и так далее. 42. Значит, пожелтело, неприятно воняло. 43. Это как раз вот это следствие того, что вот это все выделилось. 43. А раз оно выделилось, его уже там стало меньше или вообще не стало, вот оно и ушло, аллергия. 43. Легко, просто и понятно. И вы видите, одеяло разложить нужно следующим образом. У нас было три одеяла и край каждого свисал на пол, как лепесток. 44. Сначала меня положили плотно запеленутую влажной простынью, как мумию. 44. Руки вдоль туловища. Да, так и надо. 44. А потом укутали, заворачивали каждым лепестком, с боков, затем, тем, что от ног шел. 45. Ну, короче, еще заворачивали. 45. Суть в том, чтобы не было доступа воздуха. Да. 45. И вдобавок надо еще нечто тяжелое, чтобы придавило. 46. Чтобы не просто вас завернули вроде нормально, а чтобы еще вот типа периной придавило. 46. Вот эта тяжесть, она играет свою очень большую роль. 47. Значит, сначала колотила от холода. Правильно. 48. Хотела, чтобы прижал. 48. Чтобы прижал, навалились. Вот видите, прижал, навались. 49. Перину сверху еще ложить или что-то такое тяжелое делало. 49. Затем стало жарко. Я уснула. Да. 49. Вот смотрите. 50. Все это порождает внутренний. 50. Это очень важно понимать. 50. Внутренний жар, который порождается силами самого организма. 51. Не то, что вы там прилепили к там горчичник, или еще вас там снаружи разогревают, или там парная вроде бы как это самое. 51. Это хорошо. Но внутренний жар, который вы возбуждаете вот таким вот приемом, намного, намного сильнее. 51. Вот. В результате, значит, происходит еще расслабление. 52. После жара, потения. 53. Расслабление. 53. И вы вот отдыхаете. 53. То есть, ваша еще работа идет на уровне тонких тел, когда идет расслабление. 53. Это очень-очень важно. 54. Так. Два часа проспала и проснула здоровье. 54. Все. 55. Вот так работает процедура. 55. Мокрая рубаха. 56. Она же испанский плащ. 56. В самых различных модификациях. 56. Благодарю за просмотр. 56. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. 56. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. 57. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. 57. Доброго здоровьица и до новых встреч! 58. Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! 58. Доброго здоровьица и все те, кто заходит на канал и чувствует, что здесь действительно что-то есть полезное. 58. Что я хочу сказать. 58. Всемирная организация здравоохранения существует за счет частных, в основном за счет частных пожертвований разного рода лиц и организаций. 59. И разрабатывает свои программы. 59. Я со своей стороны тоже забочусь о здоровье жителей нашей страны и всего человечества в целом. 60. Если вы чувствуете, что от меня идет толк и польза, прошу жертвовать на развитие моей собственной оздоровительной программы. 61. История. 62. История. 64. История. Продолжение следует...